итак друзья мои вот и подошел тот скажем так торжественный момент для дока наверно тушенку обзор белорусской тушенки где было сплошной там скажем г вы уже видели в том году вот этот вот ко мне вот этот баночка ко мне приехала но я не помню с каким уже ножом как бы док не высылал опять же из беларуси тушенка едет приехал из самой беларуси то есть прошла две границы там вернее одну границу 2 таможенных контроля российский белорусский как бы и вот она у меня правда да я решил как бы задержать немного не было времени этим заниматься провалялся тушенка у меня в машине наверное до полтора месяца ну давайте наверное все таки и откроем посмотрим что нам док в этот раз прислал и каким образом он будет реабилитироваться а скорее всего он никак уже не реабилитируется потому что друзья мои это у нас опять консервы мясные из говядины кусковые стерилизованы то есть это говорит о том что здесь идет должна быть по идее одна сплошная соя сейчас мы с вами то скажем так сейчас мы в этом с вами убедимся говядина тушеная столовой о м как а аршанский мясоконсервный комбинат народная марка белоруссии 2000 не знаю что это за народная марка белоруссии годен в течение трех лет говядина вода питьевая мука пшеничный лук продукт молочный сухой соль едированный агент антислеживающие 503 усилитель вкуса рахм от е620 они перед черном молотый перец душистый молотый друзья мои да тут почти все там в лице менделеева ну не знаю в россии такой тушенки нет как бы но все равно запомните вдруг если будьте беларуси вам очень сильно заходится белорусской какой-то знатной тушенки то такую не знаю создавайте как бы смотреть уже по факту баночка крашеная конечно вот это вот крышечка тоже стоит денег каких-то определенных за то чтобы на ней напечатать этот логотип может быть у завода свой скажем так свое производство банок с ножом все в порядке но я не знаю даже я как бы с доком то списывался давайте сейчас пока открываю вам по бубню с доком как бы списывался городок ну ты чё прислата он говорит я как бы в тушенке вообще не силен и я ее не беру и не знаю но первое что ты заходишь магазин и смотришь ну конечно не знаю насколько человек вообще не силен в тушенке и далек от нее но говядина кусковой допустим говядина высший сорт ну мне кажется разница есть как вообще как не знаю что давайте ладно отравимся этими этой белорусской тушенкой попробуем ее ну что первое ортонолептический осмотр по запаху знаете напоминает как утки открываешь томатном соусе и вот что-то определенно здесь от этого ни хрена себе надеюсь там видно да тут кусок говядины вот вопрос а почему такое ощущение что говядина это где-то то есть это тушенка где-то лежала открытой в холодильнике не один день она какой-то такой впечатление складывается как будто она какая-то подсохшая 525 грамм и кислый результат то зашибись вот она пошла тушенка кусковая но в принципе если она как бы стоит копеечных денег то такую можно да не собаки блять это химию брать тоже как бы не вариант я бы не стал лично да теперь попробую расковыряя это в этой маленькой тарелочки эти 505 25 грамм тушенки лана давайте ее попробую потом уже как бы постараюсь вам что-то показать на свой страх и риск пробую друзья рискую здоровью очень сухая на вкус лаврушка не отдает там его по-моему и в составе нет на вкус такое впечатление как будто она где-то пересохла так а дата выпуска у нас 19 11 15 она нас тушенка 15 года срок ранения у нее трех лет это то есть получается 11 19 ноября 16 год 19 ноября 17 21 19 ноября 18 почти три года но если друзья тушенка даже с таким количеством консервантов хранится так недолго то как бы не знаю что вообще здесь можно говорить и как бы что здесь можно добавить отчетная куча короче какого-то непонятно чего но хоть радует одно что здесь в этой кусковой тушенки я не вижу свои кусков хотя соя она сейчас выглядит как в принципе если она протушена вместе с мясом ее от мяса не отличишь если только наверно по вкусу она будет немного хлебом отдавать вот а так мясо здесь есть давайте попробую вот это здесь она вроде как посочнее выглядит ну вот это вот которая в жиру она посочнее но на вкус парня все равно как говорится далеко не камельфобляй короче оценку этой тушенки оставить не буду так как она может сказать у нас вне конкурсной так как кусковую тушенку я никогда не опозревал и вообще не считаю что кусковую тушенку можно брать как бы для питания в принципе она дешевая да можно взять как бы для животного с собой куда-то в поход но все равно друзья если у вас есть животное ну как бы я думаю что скупиться на его питание не стоит и наверно стоит кормить на уровне с собой так как это все-таки ваша охранник охрана это ваш спутник это ваш вообще все потому что некоторые без собака вообще не могут я считаю что даже такой тушенку собак кормить не надо хотя наверное есть конечно индивидуумы которые покупают такую тушенку варят какую-нибудь кашу баланду и туда это бухают и собака нормально чувствует но не будем всяким уподобляться ладно друзья давайте оценку ставить не буду повторюсь короче вот такая вот о мкк говядина тушенка консервы мясные из говядины кусковой и стерилизованной ну одно радует хоть что сои нет но вот эту пересушность вот это вот ее требуха короче не знаю но делайте выводы сами если вы живете белоруссии решайте сами стоит вам покупать такую тушенку для питания себя и домашних животных или не стоит ваше дело маленько показать ваше дело уже остальное думаю как всегда палец вверх кто не ставит тот кто вонючка за всем прощаюсь всем удач всем пока